Всем привет! В эфире программа МХЛ удивляет. За прошедшие две недели в молодежной хоккейной лиге обновился список вратарей-рекордсменов по продолжительности сухой серии. Илья Канарский не пропускал более 244 минут. Причем его сухая серия началась в Академии Михайлова юниор, а заканчивалась уже в основной команде Академии Михайлова. Не может не радовать и постоянно растущее число дебютантов из молодежной лиги в КХЛ. Егор Маклазян дебютировал за Хабаровский Амур. Свои первые очки в континентальной хоккейной лиге набрали Дуда и Гребенкин, а Дмитрий Гамзин одержал свою первую победу в КХЛ за московских армейцев. Но и в МХЛ произошло немало интересного. В материале Даниила Колышева вы узнаете о новых бомбардирских достижениях, разносторонности игроков молодежной хоккейной лиги, а также на что готов Александр Морозов, если станет лучшим снайпером регулярного чемпионата. Нападающий Спартака Егор Чизганов приехал в гости к своей бывшей команде Алмазу. И похоже на эти игры Спартаковец был заряжен по-особенному. За два матча Чизганов забил три и сделал передачу. А главное, каждый свою шайбу он довольно вызывающе праздновал. Для начала расскажи вообще, что это было в Череповце? Да, в принципе, просто приятно вернуться в Череповец. Я там провел два года. И сразу, как только заехал в город, сразу такие теплые воспоминания у меня начали ассоциироваться с этим городом. На самом деле он мне стал, грубо говоря, родным и очень много друзей и знакомых приобрел. И даже перед второй игрой встретился с первой командой, поэтому только теплые воспоминания. Поэтому так просто был настрой против именно Алмаза сыграть, как бы забить. Поэтому это исключительно только, наверное, на Алмаз был у меня такой настрой. Да, там кому-то не понравились мои жесты, как бы, но это было в больше такой шуточной форме. Поэтому там и ребята с Алмаза поддерживали это. Также начали делать, вот как и я. Поэтому думаю, это какие-то эмоции. Поэтому если там болельщики немного не поняли, то я уважающий повец. Я рад туда в любой момент вернуться и играть там, потому что для меня стало как будто второй дом. Поэтому никакой капли неуважения я не хотел кому-то проявить. А вообще, а как ты относишься вот к таким историям именно вот с жестами? Плюс еще, знаешь, интересно, когда тебя там пародировали прямо-таки, причем это было довольно... Ну да, как бы все понимают все, поэтому все знают, кто я. Тем более там черепаевские болельщики мне сказали, что как бы некоторые даже, когда узнали, что я приехал, хотели прийти на матч, поэтому... Поэтому это какие-то эмоции, как бы ребята тоже забивали головы нам. И так же хотели отпраздновать. Не знаю, кому они привет передавали, вот. Но как бы получилось реально весело, круто. Как бы два дня, два, два, два дня привета таких вот. Как бы так немного взорвали медиа-1 череповцы. В этом сезоне КХЛ запустила уроки в школе. МХЛовцы, братья Иван и Егор Климовичи, тоже поучаствовали. Парни стали учителями в 111-й школе Новосибирска. Вместе со снеговиком и группой поддержки создали атмосферу матча, рассказали о правилах и терминах. Теперь у учащихся 111-й школы есть кого персонально поддерживать в снайперах. Глядишь с такой поддержкой, Климовичи на два их забросят 111 шайб. Редактор субтитров А.Семкин В этот раз МХЛ удивляет по полной. Вратаря мужских тигров Данил Брезгалов на домашней арене может не только отражать шайбы, но еще и разогревать зрителей перед играми КХЛ. Ведь Даня неплохо играет на пианино. Играет музыка. Во-первых, вообще расскажи, как появилась эта идея. У нас гулял по-русски, там есть набережная, и на набережную видел пианино. Просто решил сыграть, так на видео записали. В пресс-таше Артему Колесникову скинули, Морских Тигров. Он так, уже заслал там всем, кто в клубе, там, Алисе. И мне как-то они все попросили, решили сделать такое шоу. Ну, согласился, сыграли. Насколько стало неожиданно и, может быть, даже пугающе немножко? Да нет, пугающе не было. Наоборот, как-то новый опыт. Плюс как-то есть такой стереотип, что хоккеисты, они более такие... не любят культуру, еще что-то. Ну, немножко поменяли. Пугающе не было. Я просто вышел, сыграл. Перед выступлением не переживал. В общем, я переживал только за Егора Маклазяна. Он как раз в этот день дебютировал, мой друг. За него переживал, а так за пианино нет. Я знал, что все хорошо будет. Твое музыкальное... музыкальное мастерство, оно ограничивается только пианино? Или ты еще на чем-то умеешь играть? Я вот как только в Хабаровск приехал, записался на курсы по гитаре. Так, немного на гитаре научился играть. Там, сенсару выучили чуть-чуть. Так, только вот, наверное, пианино, гитара. В принципе, сейчас хочу барабан немножко отходить, попробовать. Ну, это так, музыку люблю, интересно, и все. Сколько ты вообще уже занимаешься пианино, да, игрой? И когда это все началось? Нет, я не занимаюсь. Я эту песню выучил по интернету просто. Все это давно уже было, лет пять назад. Я просто помню ее до сих пор. То есть, вот как это вообще случилось, что ты начал играть на пианино? Ну, как-то в детстве занимался по скайпу с учителем. Там учительницы звонили репетитору, по скайпу с ней занимались. И там разучили. Тогда я знал, ну, песен пять, наверное. А потом как-то все это сошло на нет. То есть, больше не занимался. И так иногда ролики в ютубе открывал, по ним песни учил. И вот память вот эта осталась. Сейчас я вот так могу прийти и собирать. Невозможное возможно. Защитник «Алмаза» Владимир Билан обыграл всю пятерку «Атланты» и перевел игру в «Увертайм», где его команда и победила. Никита Градобитов из Кокарелия оправдывает свою фамилию. Сначала забил в окружении трех соперников, а потом так отпраздновал, что даже стекло не выдержало. Дмитрий Гамзин – третий вратарь, сыгравший полноценный матч за ЦСКА в КХЛ в возрасте до 20 лет. До него такое удавалось Илье Сорокину и Всеволоду Скотникову. Причем все трое красноармейцев в таких играх победили с одинаковым счетом – 5-1. Нападающий русских «Витязи» Никита Алмазов сделал заявку на лучший гол октября. Красиво убрал соперника и положил с неудобной в девятку. Егор Иванов из «Белых медведей» и его брат «Рикошет» могут удивить любого. Такие голы увидишь нечасто. Вратарь – это полкоманды, а иногда даже больше. Например, в «Капитане» Артемий Плешков берет на себя довольно много работы. В матче с петербургским «Динамо» сделал 63 спасения, а его клуб победил со счетом 2-1. За 117 матчей в МХЛ Артемий сделал 3539 сейвов и по этому показателю находятся в двадцатке лучших. Недавно Плешков еще и дебютировал в КХЛ в матче «Сочи-автомобилист», где правил 8,5 минут и сделал 4 сейва. Иван Демидов из «СК-1946» продолжает погоню за рекордами Мечкова и Кучерова. В 18 матчах сезона Демидов набрал 24 очка. Вместе с прошлогодними успехами на счету армейца 46 очков и 20 шайв. Он входит в стройку лучших снайперов и бомбардиров в истории лиги до 17 лет. Амурские тигры между играми успевают тренироваться не только на базе, но и за ее пределами. Например, поработали с профессиональными бойцами. Для того, чтобы человек защищался, его надо бить по-настоящему. В кавычках, да, то есть хотя бы я должен вот, вот, раз, видишь, если бы он не ушел, я бы коснулся его в банк. Демидов из «СК-1946» На протяжении двух месяцев со старта сезона снайперскую гонку практически всегда возглавлял нападающий сахалинских акул Александр Морозов, который в 17 матчах забросил 12 шайб, сделал три дубля и даже имел шестиматчевую голевую серию. У тебя получается так, что ты как снайпер в топе, как бомбардир с передачами чуть поскромнее. Вот, в связи с этим, если говорить об индивидуальных целях, да, на сезон, у тебя есть такое, что хочешь стать лучшим снайпером, лучшим бомбардиром? Ну, конечно, хотелось бы снайпером стать. У меня, в принципе, всегда еще, даже если взять школьные года, я всегда забивал в разы больше, чем отдавал передачи. Поэтому хочу за это зацепиться и остаться на своем месте, на первом. Знаешь, бывают эти споры, а если ты станешь лучшим снайпером МХЛ, что ты сделаешь? Ух ты, не знаю. Прыгну с парашюта, наверное. Тогда с какой высоты? А я не знаю, какие там есть. Ну, с километров трех, наверное, хотел бы. Это неплохо. Причем с этим, с трофеем, да, видимо, который дают за высшего снайпера. Да, 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 да. Ну, это будет красивая история, пожелайте удачи тогда. В МХЛ за игроками можно подслушивать даже во время матчей. А теперь еще и за главными тренерами. Слушаем Анатолия Степанова. Да таких я не знаю судей. Новенькие. Давай, Гоша. Егор. Давай, давай. Шах. Давайте. Давай, Данила. Да, да почему нельзя? Это вообще камень-клаб, б***ь, отдыхает. Можно уже меняться? Данила, пошире уйди, пошире уйди. Будет момент для повозка. Едешь у игрока. Зачем? У тебя два бегут еще туда. Пошире ушел. И уже смотри, есть возможность бросать. Нет, отдашь передачу или прострелить. Ребят, вообще ужас какой-то. Концентрация-то будет. Чего мы все в прокатчик-то играем? Вон он. Гош, здесь надо с мясом там выводить. Два шага еще и через «не могу» и вывести. Пошли, пошли, синий. Иди сюда, хабану, б***ь. Сказал я кому, б***ь. Вот и все, ребят. Не начал, не перебирать. Пришла. По ней сразу, б***ь. Доставил и гол. Очень внимательно, Гоша. На этом на сегодня все. МХЛ продолжается. Смотрите игры, болейте за любимые команды. А обо всем интересным мы расскажем вам в программе «МХЛ удивляет». До встречи на хоккее, дорогие друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин